Несколько необычно провести мастер-класс, я хочу больше показывать и параллельно рассказывать, что и как, какие нюансы были при съемке. Не знаю, насколько нужно, скажем так, тонкости технические рассказывать, но про то, как свет и какие моменты съемки, растопленности, я вам все расскажу. Хочу представить одну из моих моделей, которая помогала мне в нескольких съемках. Это очень интересная девушка, очень интересная девушка, не очень интересное имя, Фибер Оливия, она очень творческий человек, ну, скажем так, очень творческий. Настолько работает сейчас девушка, не страшно заработать русалкой в океанаре. Можно открыть, во-первых, фотографию, микрофор. Ну, на самом деле, заняться подводной фотографией, именно подводной съемкой моделей, как ни странно, скажем так, моя дочь. Вот, это давай, что-то интересное. Ну, за мной из поездок мы решили, где-то Марсалам. Марсалам знаменитая гухта с бегонями, к сожалению, гигольники не получились, но их не застало. А вот черепа там известно достаточно много. Ну, почему одна? Я обычно не убираю, я убираю лучше. Потому что фотографий достаточно всегда много после фотосессии. Но я стараюсь выбрать те, которые фотография, которые, скажем так, зацепят зрителя. Зацепят зрителя. Можно следующее? Это с фото сделано в белом море. Белое море. Это модель фридайвера Юрия Петрик. Мы слышали, наверное, про нее. Это, в общем, тоже талантливая, интересная девушка. Вот. Это, опять же, белое море. Здесь одна особенность. Здесь не применялся искусственный след. Здесь только след, который идет через майнер. Вспышки, здесь искусственное освещение, не применялось. И в одной, как-то общаясь в соцсетях, я познакомился с одной очень интересной девушкой. Фамилия Ирина Британовна. Кто-нибудь слышал про нее? И знакомство оказалось таким, что мы, значит, в конце концов, подружились. Я подружился с ее Дмуром. И мы сделали очень большое количество интересных фотографий. Большое количество интересных фотографий. Работа нашей с ней началась на, скажем так, на компусе «Нептун» по подводной фотографии в бассейне. Это был, по-моему, 17-й год. Значит, в бассейне МЧС. В бассейне МЧС. Чем интересен этот бассейн, то, что у него, значит, нежавеющая сталь. Нежавеющая сталь. На самом деле, задумывалась другая фотография. Я эту покажу. То есть мы задумывали, значит, несколько другой сюжет, но выбрали тоже эту фотографию за счет того, что мы вот как-то вот застелы. Значит, что еще? Что еще? Для того, чтобы здесь сделать эффект воды, но вообще в подводной фотографии в бассейне нужно придерживаться нескольких моментов. Мне очень не нравится фотография в бассейне, где нет воды. Как передать воду? Ну, первое – это отражение поверхности, то есть как зеркало поверхность в воде работает. Следующий момент – это различные спецэффекты в виде пузырьков. Значит, секундочку, вот этот кадр. Именно этот кадр задумывался. Именно вот такой момент. На самом деле, ну, как дело, что идет под дождем, под зонтиком. Ирина Британова позировала, позировала наоборот, фото перевернуто. Зонтик был зацеплен за леской за груза. Для того, чтобы сделать пузырьковую завистку, пришлось поехать в синтетический магазин, купить пластиковых труб, населить и наделать в них кучу мелких отверстий, загрузить. И с помощью обычного регулятора подключили и подали потихонечку пузырьки. Мелкие-мелкие. Но, в конце концов, получился следующий кадр. Наоборот. Получился… Ещё-ещё-ещё-ещё. Ещё-ещё-ещё. Ещё-ещё. Ещё-ещё. Другую штуру. Вот. Значит, всё-таки жюри выбрало именно вот этот кадр. Он оказался абсолютно экспромтным. То есть мы уже начали, после того, как уже сделали всю съемку, мы уже начали шалить. Вот получился вот такой вот морепорпинс на зонтике. Особенности света. Особенности света. Здесь применял достаточно мощное, мощное, значит, контровое освещение. Контровое освещение. Но ставился синий фильтр. Тёмно-синий фильтр. Т.е. была крупная дракаловская пленка, наклеена на пластик, и с того, её надо пролачиваться к вспышкам. И там ещё один был… И получился вот такой эффект синей воды. Дальше. Это уже… Да. Значит, фотографию под водой в бассейне можно делать хартбель. Широким углом. Так и портретно. Т.е. нормальный объектированный. Как вы видите, здесь эффект… Бьются волосы. Следующее. Дальше. Ну, вот такие портретики. Дальше. Вот. Игра с отражением. Дальше. Это следующая съёмка. Следующая съёмка. И… Можно играть? В комментариях… Ну, квадратик. И... Но я очень смотрю, что его может… Играет ш würdick'е. Верно, не грусть, не грусть! Играет шуфа. Так, сейчас соберу крышки. Свирно. Верно. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, опять привязывали девушку на груз за залп. И, соответственно, страхующая периодически нам показывала, что давала ей дыхательную автоматику. Говорит, что микрофон. Микрофон, а леет. То есть вы сейчас увидите, как страхуют, там различные всякие спецэффекты, где будет целлофана. Ну, вот видите, сейчас ее подвешивают. И страхующий ветер периодически показывает. Желтый цвет. Тоже контровые вспышки, тоже пузырьки. Через желтый? Да, желтый фильтр. Там, причем, на одной был оранжевый, а на другой был розовый. Это именно вспышка? Это не фонарик? Ну, в принципе, вот что вышло с этой полученной съемки. Санкарализация записи, точка, так происходит.